Микс Ньюс Каждую среду в полдень на Радио Балком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Любывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит Боже мой Все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой На Радио Балком Ходите на концерты классической музыки Добрый день, дорогие друзья Наша передача «Культурная среда» И у нас в гостях прекрасные гости Солистка Латвийского оперного театра Сопрано Юлия Васильева Здравствуйте, Юлия Добрый день И концертмейстер Долгое время проработавший В Латвийской, опять-таки, национальной опере И сейчас Житель Австрии И работавший В оперных театрах Марис Куя Здравствуйте, Марис Добрый день Будем говорить и об опере И о концертах И, конечно, о предстоящем концерте Юлии Васильевой Вместе с Марисом Который уже состоится на следующей неделе Восьмого октября в Малой гильдии И на минуточку Называется Напомни, солнце Память о солнце На стихи Анны Ахматовой Это известный цикл Сергея Прокофьева Русского композитора Это будет в первом отделении А во втором отделении уже Можно сказать так Конек Юлии Васильевой Это Ари из опер Потому что Юлия действительно Не камерная певица А оперная Блистает на сцене нашей Латвийской оперы В партии Виолетты И в партии Донны Анны Виолетты это Джузеппе Верди И Травиатой И Донны Анны Дон Жуан Моцарта И, конечно, готовит новые Новые партии И выступает много Также вот и с органом И вот еще и камерные программы С Марисом Ской Летом тоже были Очень интересные программы С русской музыкой Юля представляла, конечно Когда есть большой голос То можно и камерную музыку попеть, да? Да, на самом деле Мы так достаточно осознанно шли К тому, чтобы сделать Камерную программу Поскольку Камерная музыка Она позволяет Артисту Найти какие-то новые Более Интимные такие Краски Вокала Какие-то определенные Новые нюансы голоса И поэтому Работа, может быть Не на таких Больших децибелах Как это происходит С оркестром Позволяет Как раз-таки Как Такое Кружево Вот на вашей блузке Сплести Сплести Ну, какое-то новое Может быть Исполнение Сплести этот голос В общем Вот поэтому Мы пошли Даже немножко глубже Помимо такого Популярного Чайковского И Рахманинова Вот взяли Цикл Прокофьева Это немножечко риск Потому что Для нашей публики Это, наверное, не Необычная музыка Не Привычная Но как раз-таки Интереснее Да, редко исполняем И поэтому Мы решили Забросить Вот такую Интригу Прокофьева Действительно Очень интересная Яркая музыка Это раннее его творчество Или более позднее Марис, знаете, нет? Честно говоря Год создания Я вам сейчас Не назову Точно Мне кажется Перед Тому Как он уехал Из тогдашнего Советского Союза То есть До возвращения То есть Все-таки Российский Дореволюционный Период Так мне кажется Да Я тоже На самом деле Несмотря на то Что писала Дипломную работу В Московской Консерватории По Сергею Прокофьеву По его балетам Тем не менее Совершенно запамятовала И Я лично Не знакома С этим циклом С удовольствием Приду на ваш концерт И кстати Мы разыграем Два билета На этот концерт Восьмого июля Простите Видите Я все После коронавируса Живу где-то летом Восьмого октября В девятнадцать Ноль ноль В Малой гильдии Выступает Юлия Васильева Наши гости Сегодняшние И Мария Скуя В программе Сергей Прокофьев И во втором Уделении Известные Арии Из опер И Первый Позвонивший В нашу студию По телефону 672-12939 Получит билет И кстати Вы можете Также звонить И задавать вопросы Нашим гостям Но вот кстати Марис Насколько для вас Близок То есть Юля Действительно Тоже оперная певица Ее репертуар Это Арии Сцены Вы Концертмейстер В оперном театре Насколько вам Близко Исполнять Камерную музыку Камерную музыку Я Заранее Извиняюсь За Может быть Не совсем Правильный Грамматический Русский язык Потому что За 30 лет В Австрии Я Конечно Немножко Забыл Камерная музыка Для меня И особенно Для моих коллег Оперных солистов Является Как будто бы Химчисткой Потому что В опере Очень быстро Если нет Времени Хорошо Разрабатывать вещи Набираешь Всяких штампов И формат И манер Которые На самом деле Там не должны Ведь Камерная музыка Требует Четкости Большой Чтобы была Очень Как немцы Говорят Exact Und Precise И Поэтому Прокофьев Мне Показался Для нас Как раз По этому Поводу Очень Пригодным Потому что Тут Не надо Большой голос Просто Очень Чисто Очень Смысленно Все петь По содержанию И По точности Ритма И Поэтому Была Эта идея Юлия Как певица Опытного театра Особенно При таких Больших Партиях Очень Это нужно Параллельно То есть Это была Ваша Идея В принципе Была Моя Идея И Я Знаю Что Нет Много Певиц Которые Это могут Петь Во-первых Из-за Языка Во-вторых Из-за Любви К поэзии Которую Она Как русский Человек Имеет И Я В своей Жизни Этот цикл Играл Несколько Раз Но Честно Признаться Я надеюсь На самый Лучший Из Всех Вариантов Которые Я до сих Пор Играл И Слушал Дорогие Друзья У нас В гостях Солистка Латвийского Оперного Театра Юлия Васильева И Пианист Концертмейстер Марис Куя У них Концерт 8 октября В Малой Гильдии Первый Позвонивший В нашу Студию Выиграет Два Билета На этот Замечательный Концерт И Концерт Устраивает Продюсер Галина Полтора Которая Часто Привозит Знакомит Наших Рижских Слушателей С Михаилом Козинником И Юлия Очень дружит Также С Михаилом Семеновичем Участвует В его Программах И В частности В жюри Вот Юлия Насколько Отличается Работа Когда Я знаю Что вы Получили Гран-при На одном Из конкурсов Козинника А потом Стали Сама Жюрить И Вот Какие Ощущения Ну На самом деле Приз в этом Конкурсе Я получила Очень давно Вот Между этим Моментом И моментом Того Как Меня пригласили В жюри Этого конкурса Прошла Целая Творческая Жизнь У меня Десять Минимум Да Именно Столько Поэтому Конечно Набираешься Опыта Для певца Это Долгий Срок Конечно Я начала Уже Работать В театре И где-то Концертировать И ездить И Много всего Прошло Но честно говоря Я до сих пор Мне как-то Передается Вот этот Мандраж Особенно Певцов Которые Выходят Я же Дышу Вместе С ними Я же понимаю Как они там Фразируют И Где-то У них Что-то Не получается Или Когда Начинает Трястись Диафрагма Я вижу Что Будет Дальше Поэтому В жюри Находиться Наверное Ну конечно Менее Волнительно На сцене В конкурсе Но Это тоже Очень ответственно И Всегда Очень сложно Оценивать Потому что Это Мои Будущие Коллеги Молодые Певцы Которые Приходят Участвовать В конкурсе Хочется Всем Помочь Может быть Дать совет Какой-то А может быть Даже с кем-то И спеть Потому что Вот был у нас случай Пару лет назад В конкурсе Участвовал Клим Александр Обладатель Невероятного Баритона И И Красавец На самом деле Находка Ну конечно Сказывается Потому что Это такая Эмпатия Творческая Мы Слышим Мы чувствуем Как поют Певцы И не только Начинающие Но и Взрослые Скажем Какие-то Премьеры На которые Мне хотелось бы Равняться Я тоже Слушаю С расчетом На то Чтобы понять Технически Может быть Какие-то Моменты Поэтому Конечно Это сказывается Определенным образом Но Для этого И есть У каждого Певца Локальный Педагог Гуру Человек Который Слушается Стороны И Подсказывает Помогает И нужно Прочно Стоять На своих Ногах В общем-то А кстати Сейчас Программу Которую Вы исполняете 8 октября Это камерная Программа В Малой Гильдии Кто-то Вам помогает Хоть И к педагогу Или уже Мастерство Такое Что можете Смышленно Справляться Ну вот Конкретно Да Но эту Программу Мы готовим Вместе С Марисом Поскольку Марис Очень Имеет Огромный Опыт Работы С певцами И он Имеет Потрясающий Слух Невероятный Тонкий И чуткий Он всегда Может дать Не только Музыкальный Совет О том Как например Взять Определенную Фразу Но и Вокальный Поэтому Пока он Здесь Находится В течение Месяца В Риге Он занимается Не только Со мной Но и С другими Солистами Театра Готовит С ними Роли Это то чем Он занимается Здесь Да Ну вот А кстати Прокофьев После камерной Музыки Можно перейти Уже к оперной Это же Неверное Войной Мир Да Вот Ну Конечно Выбор Нашего Репертуара Зависит От планов Театра Не мы Диктуем Им Те роли Которые Хотим Исполнять А они В общем Предлагают Поэтому Пока что Война и мир Война и мир Еще пока Не ставится Нет Ну а кстати Какие у вас Оперы То есть Травиату Вы спели Сейчас Какие ближайшие Постановки Планируются С вашим Участием Ну лично Для меня Это видимо Будет Золушка В Рассине Да После Нового Года Я не знаю Могу ли я Рассказать Еще о каких То Что Известно Конечно То что Известно Вроде бы Если Ничего Не нарушится То будет Концертное Исполнение Оперы Луиза Миллер Верди Кстати Говоря О Травиате Если Еще раз Вернуться К этой теме То в декабре Будет У нас в гостях Потрясающий Дирижер Под его Руководством Пройдут Два спектакля То есть Опять будете В декабре Петь Да И в данном Случа У нас Будет Гость Итальянский Дирижер Джорджо Моранди Это друг Мариса Кстати Говоря Прекрасно Прекрасно Дорогие Друзья Мы Разыгрываем Два билета На концерт Юлии Васильевой Сопрано И Мариса Ской Пианист Которые Исполнят Произведения Сергея Прокофьева Цикл Память о солнце На стихе Анны Ахматовой А во втором отделении Арии известных опер Концерт В Малой Гильдии Первый позвонивший По нашему телефону 672-12-939 Получит Два билета Какие арии Будут Во втором отделении Во втором отделении Там будет Не только Опера Но и Оперета Там будет Несколько новых Для меня совершенно Нам вещей А также Что-то Уже Известное Может быть Не буду открывать Полностью все карты Скажу только Что в первом отделении Дабы Достигнуть Времени Необходимого Для Полного Первого отделения Мы еще Добавили Сергея Рахманин Замечательные И очень известные Вещи Такие как Сирень Здесь хорошо Весенние воды У нас есть звонок Алло Здравствуйте Здравствуйте Да Очень хотела Послушать бы Юлию Васильеву Прекрасно Пожалуйста Позвоните После программы На мой телефон 220-929-00 Спасибо большое Пожалуйста До свидания Ну вот Два билета У нас ушло Дорогие друзья Не отключайтесь Потому что Будем еще разыгрывать Билеты на Вивальди Билеты в Домский собор Слушайте нашу программу Культурная среда А мы сейчас Как раз С Юлей Обсуждаем Второе отделение То есть Помимо В первом отделении Помимо Сергея Прокофьева Будет также Сергей Рахманинов С одной стороны Современники А насколько Разная музыка У них Да То есть Вот Чувствуется что-то Вот схожее Все-таки Когда вот Вокальный То есть В фортепианной Вообще Почти ничего Нет схожего А вокальный Даже не понимаешь Насколько Вот То есть Как можно жить В одно и то же время И писать Настолько по-разному Ну потому что Люди-то Все разные Ну как Вивальди Бах Жили в одно время И были определенные Принципы Все равно Как будто Эпоха барокко Очень много Схожего Все-таки Конечно Музыка разная Но здесь Просто кардинально Да Может быть Марис может Что-то Покомментировать На этот счет Ну так Трудно сказать Я как Нерусский человек Как меня называют Одна треть Латыш Две трети Австриец Может быть Неуместно Вообще Говорить О Русских Композиторах Но С Рогманиновым Я имею Прямую Телефонную связь Это один Из моих Самых Любимых Композиторов Я его Невероятно Много Олег В своей жизни И здесь В Латвии И так же В Грации Вене В других Городах И Это есть Автор С которым Я Имею Как Я выражаюсь Один из тех Который У меня Есть Его номер Телефон Взгляд И Мои Мысли Но Что касается Меня самого Меня в Латвии Не так Много Знают Потому Что я Во-первых Уже 30 лет Почти Живу В Австрии Конкретно В Грации Втором По величине Городе Страны Но И Я очень редко Выступал В Независимой Латвии Потому Что Может быть С моим Другом 30-летней Давности И нынешним Директором Оперы Но Когда я Услышал Голос Юлии Честно Говоря В прошлом Ноябре Только Пожалуйста Не думай Что я По старому Еврейскому Принципу Ты меня Хватишь От тебя Нет Это Не так Но Твой Размах Твоей Души Мне На самом Деле Поразило И Потому Что Голос Если он Имеет Сейчас Душой Он Имеет Моментально Подход К зрителю И Третье Обстоятельство Потому Что Я не умею Себя Рекомендовать И не умею Себя Предложить Юлия Имеет Немножко Помимо Певческого Таланта Это Тоже Немножко А я Совсем Нет Я могу Только Принять То Что Мне Предлагают Но Эти Предложения Были Хорошие Я их Принял С удовольствием Да Потому Что На самом Деле Приоткрою Завесу Тайны 8 числа Концерт Это не единственный Запланированный У нас На октябрь Месяц И 16 октября Это буквально Впервые Здесь В эфире Радио Болтком Я рассказываю О том Что Будет Грандиозный Совершенно Вечер Дуэтов Из Опер И Аберет Где мы Вместе С моим Коллегой Тенором Михаилом Чульпаевым Исполним В сопровождении Мариса Ну Самые Такие Звездные Дуэты Из Травиаты Из Цыганского Барона Из Опердом Пасквали То есть Это будет Такой Романтический Окрашенный Очень Красивый Вечер Для тех Кто Хочет посетить Может быть Легендарное место Тоже А если он Грандиозный Сколько он Будет Дом Черноголовых Да Еще и место Прекрасная Акустика Да То есть Это Клицком Хороший 16 октября О нем Конечно Мы еще Расскажем В нашей Передаче Культурная Среда Дорогие Друзья Что у нас Еще будет 30 сентября Сегодня Вечером В концертном Зале Артисима Выступает Сопранная Любовь Каритникова Которая Сейчас обучается В Зальцбурге И Прекрасная Пианистка Концертмейстер Инна Давыдова Известная Также своими Интереснейшими Лекциями 1 октября В Большой Гильдии Концерт Выступает Концерт ЛНСО Они открывают Сезон Латвийский Национальный Симфонический Оркестр Дауманц Лейпинш Фортепиано И дирижер Андрис Бога Сергей Прокофьев В программе Второй концерт Для фортепиано С оркестром Вы посмотрите У нас 1 октября Сергей Прокофьев 8 октября То пусто То густо Это прекрасно И что самое интересное Будет Александр Скрябин Также Современник И Сергей Прокофьева И Сергея Рахманинова Очень редко Исполняемый Композитор Будет его Вторая симфония Нельзя пропустить 1 октября 2 октября В Домском соборе Выступают Две замечательные Органистки Дигна Маркуле Орган И Лволемпе И в программе У них произведение Баха Регера Вьерна И на этот концерт Мы также разыгрываем Два билета Концерт В Домском соборе Первый Звонивший В нашу студию Выиграет Два билета В этот же день В Латвийском Оперном театре Дают Джизель Очень интересный Спектакль Балет И наверное Те кто еще Ни разу Так как у нас Многие еще Ни разу не были В Домском соборе Не удивлюсь Что и Многие ни разу Не бывали на балете Мне кажется Это тот балет С которого можно Начать свое знакомство И прекрасная Хореография Костюмы И конечно же Музыка Это Джизель Будет давать 2 октября А также 4 октября А 3 октября У нас есть звонок Кто-то хочет Пойти в Домский собор Алло Здравствуйте Ну здравствуйте Да вы в Домский собор Хотите пойти Да 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 Прекрасно Позвоните пожалуйста После программы По моему телефону 220 929 00 Я расскажу Как забрать Ваши билеты 220 929 00 Вот 3 октября У нас Сразу Несколько Событий Вечером В старой церкви Святой Гертруды В 18.00 Благотворительный Концерт Выступает Лена Андретта Канциема У нее в программе Музыка французских Композиторов Видор Турнемир Лангле Франко Еще также будет Наверное Таката Айвара Каллеса Потому что Чаще всего Когда упоминается Композитор Айвара Каллеса Это наш современник Ныне здравствующий Чаще всего Звучит его Известная Таката Для органа Ну и за органом Лены Андретта Канцием И в этот же день В Домском соборе В 12.00 Концерт Пикколо Симона Сунеп Выступает Дают Джизель Вечером В оперном театре Ну и Приглашаем На свои концерты В 15.00 Это времена годы Антонио Вивальди И этот же концерт В 18.00 Но в 15.00 Немного сокращенная версия Чтобы можно было Прийти с детьми Помимо всего цикла Времена года Антонио Вивальди Также будут Будет исполнен Концерт для органа Ля минор Который переложил Иоганн Себастьян Бах А в вечернем концерте В 18.00 Полная программа Будет концерт Ля минор Для органа Концерт Соль мажор Для виолончели И органа И времена года Мы с моими коллегами Это Юрий Савкин Концертмейстер Симфонического оркестра Латвийского национального Латвийского Опер Симфонического оркестра Латвийской национальной оперы Я даже запуталась Настолько длинное Название И выпускница Московской консерватории Ирина Валикжайна Мы сделали Очень интересное Переложение Для скрипки Виолончели И органа Цикла времена года Звучит очень ярко Интересно И вот на этот концерт Мы тоже разыграем Чуть-чуть позже Два билета На концерт В 15.00 Для всей семьи Вот вопрос К Марису Марис Приходилось ли вам Играть Вот помимо То есть как бы Понятно что вы Больше В романтической музыке Оперы А вот все-таки Насколько часто Исполняется Наверное в Грации Достаточно часто Можно услышать И Генделя И других композиторов В эпохе барокко Нравится ли вам Акомпанировать уже Вот не романтику А барокко Вы знаете Барокко Я не особенно Хорошо разбираюсь Но самое интересное Что два Или даже три Из моих лучших Друзей Являются Дирижерами барокко И единственный Бароккальный опер Который я в Грации Играл Это была Гендель Семера Генделя И я попробовал И мне получилось Но после этого Я не люблю барокко Я не понимаю Этого стиля Кроме того Очень трудно Играть музыку О которой Ты ничего не знаешь Как она на самом деле Когда-то звучала Современный репертуар Начиная С времен Рахманинова Или еще Немножко дальше Назад Можно как-то Восстановить Акустическое представление Как оно задумано И как оно звучало Откуда мы знаем Как звучал Моцарт Или как звучал Гендель Мы этого не можем Никак установить И утверждение дирижеров Которые говорят Так Гендель хотел Здесь он хотел Ападжатуру А здесь нет Это полная чепуха Откуда он мог это знать Как Гендель хотел Поэтому Я не очень разбираюсь В этом жанре И я Баха не играю никогда Потому что Я его абсолютно Не понимаю Как сказал Большой латышский дирижер Рихард Глазов Жизнь артиста Слишком короткая Чтобы уметь Играть хорошо Все Я разбираюсь в опере И классической Романтической Камерной музыки Барок оставляю Другим специалистам Для вас Елена Да Для меня На самом деле Насчет того Что не знают Как исполнять Конечно С одной стороны Мы не знаем Как это может быть Но есть ноты Которые Во-первых Сам Иоганн Себастьян Бах Многие украшения Выписывал Как они должны быть А его сын Карл Филипп Эммануэл Бах Вообще Написал книгу Где расшифровал Все украшения Как они Как их надо играть Все ападжиатуры И действительно Сформировалась Сначала теория А затем уже И перешло В практику И сейчас Очень много Интересных И постановок Конечно Мы не знаем Так ли оно звучало Но мы Если так рассуждать То мы и Моцарта Не должны играть И Бетховена Но все-таки Музыка Она же И так Я не думал Что мы не должны Играть Но просто Человек Каждому свое Да Я поняла Что у вас Ваш конек Это романтическая Опера И 20 век Потому что Я не мог Вас обрадовать Позитивным ответом Как барокального Специалиста Но Это на самом деле Так Надо знать Что у тебя получается И что нет Безусловно И Ну кстати Именно Барочные Исполнители Чаще всего Исполняют Так же И современную музыку То есть Есть такое Что они Как бы владеют И Им нравится Играть Эту старую музыку И нравится Играть Эту Ультрасовременную То есть Наших Наших Современников И Действительно Каждому свое Кому Травиату Тоску Кстати Тоску Будут давать В оперном театре Тоска Моя самая любимая Опер из всех На первом месте 4 и 6 Октября Тоску Можно услышать В нашем Латвийском Оперном театре Вообще Оперный театр Балует Нашу Рижскую Публику Потому что Можно ходить Каждую неделю На совершенно Разные Спектакли И Новые Разные Певцы И Это Наверное Никогда Не надоест Юля А вот Вы Бывает Что Ходите Послушать Своих Коллег Или Просто Захотите Пойти В оперный Театр Конечно Я регулярно Хожу Слушать Своих Коллег Учиться Может быть Поддерживать По всяким Разным Поводам Вот Собирались Кстати говоря Посетить Тоску Тоску Который Который Имеет Мировое Имя Я думаю Что это Большая Редкость Услышать Его В нашем Театре Действительно Так А последнее Из того Что я уже Слышала Это была Мадам Баттерфляй Где Дебютировали Мои коллеги Дана И Рамонс Браманис Замечательная Пара В жизни Которая На сцене Тоже Прекрасно Воплотила Главные Образы Этой Оперы Так что Меня можно Увидеть И Зрительная Я имею Свою Определенную Проблему С оперными Спектаклями После 30 лет Почти 30 лет В Граце И перед этим 16 лет Еще В Латвийском Оперном Театре Я не могу Оперу Слушать Иметь Наслаждение Я слышу Только ошибки Работа Только работа Я слышу Только ошибки Поэтому Иногда Где я боюсь Что они Там будут Я просто Не иду На этот Спектакль Что Если Потом Мне что-то Ответ Будут Спрашивать То я Наверное Скажу Что я Запомню Только Эти ошибки Это Ухо Тонированное Знаете Годами Потому что Это моя работа Все время Исправлять Певца Ну да Есть Есть Такое Что Музыканты Редко Ходят На Концерты Не потому Что Им не Хочется А потому Что Это Их Работа Точно Так же Как Например Если Работать На Заводе Каждый День Ходить И Потом Пойти На Выходной Опять На Завод Почему Это Я Грубо Сказала Но На самом деле У многих Музыкантов Которые Очень много Играют Есть Такая Проблема Что У них И Нет Времени А иногда И нет Желания Пойти На Концерт Классической Самая Лучшая Музыка Это Тишина Дома Тишина Дома Да У меня Когда Я приезжаю В Россию И как раз Там Берут Интервью И часто Спрашивают Какую Вы музыку Слушаете Я Всегда Отвечаю Что Никакую Потому что Я люблю Только Тишину Да Только Потому что Действительно Музыка Она Тебя Спровождает Везде В твоей Жизни И Хочется Иногда Просто Тишины Но Тем не менее Дорогие Друзья Те Кто Не музыканты Приглашают На наши Концерты В частности 8 октября Юлия Васильева Выступает С Марисом Скоя В Малой Гильдии С программы Сергея Прокофьева И Композиторов 19 века С известными Оперными Ариями А сейчас Мы разыграем Еще два Билета На мой Концерт 3 октября В церкви Святого Яна Яне Базница Церкви Святого Иоанна Мы играем Времена года В 15.00 Такой Семейный Просмотр Почему даже Просмотр Потому что Организаторы Ставят большой Экран На который Транслируется Игра Всех музыкантов Можно посмотреть И игру Органиста Как я буду играть Ногами Не только руками И все четыре Клавиатуры Потому что орган Очень большой В церкви Святого Яна И посмотреть Как играют На скрипке На виолончели Очень интересный Концерт У нас теперь Слушатели превратились Еще и в зрителей Я до сих пор Борюсь Со своим ощущением Что я с этим Не согласна Мне все-таки Хочется Чтобы в слушании Оно оставалось Слушанием Это все-таки Очень разные вещи Слушать и смотреть Но тем не менее Наверное С детьми Это особенно интересно И вот разыгрываем Два билета На времена года В церкви святого Иоанна И смотри Чтобы можно было Слушать Надо закрыть Голоса Потому что ужасно Там нечего видеть И наоборот Иногда Идешь Вот еще интересно Поставлено Но как поют Надо поставить Наушники Давайте отдадим Два билета И потом Кстати хорошая тема Да Алло Здравствуйте Здравствуйте Вы с вопросом Или за билетами Я за билетом Да Позвоните пожалуйста Мне по телефону 220-929-00 После передачи Я скажу Как забрать билеты Еще раз Можно пожалуйста 220-929-00 Спасибо Пожалуйста Ну вот Мы сегодня Разыграли Целых три Пары билетов Нашу передачу Теперь можно слушать Хотя бы для того Чтобы бесплатно Ходить на концерт 8 октября 8 октября Юлия Васильева И Марис Куя Исполняют Сергея Прокофьев С Сергеем Рахманиновым Джузеппе Верди Я так понимаю Что наверное Будет Джаком Пучини Обязательно Будет Да будет Затем у нас Были билеты В Домский собор Где играют Дигна Маркула И Илва Лэмпа В программе Бах Реггер И Вьерн В Домском соборе 2 октября И вот разыграли билеты На 3 октября Времена года Семейный просмотр Концерт В 15.00 Времена года Юрий Савкин Ирина Валикжанина И Я за органом Вот кстати Марис 30 лет в Граце И вот Я отработала 3 года Экспертным советом В Золотой маске Российский фестиваль И часто недоумевала Ну почему нельзя Сделать такую Оперу Как написал Поставить Как написал Композитор Вот есть либретто Есть сценарий Почему не сохранить Сценографию Почему не сохранить Костюмы Почему надо обязательно Переносить В 21 век И непонятно Даже о чем Действие оперы Если ты не прочитаешь Либреты Это очень трудный вопрос Ответ На него Не может быть Коротким Я могу только Сказать Пару аспектов Во-первых Тогдашнее время Варгинальных Постановок Так по крайней мере Доказано Документам Что вводились Очень много Элементов Тогдашней Современности Что делались Например Цабер Делались Многие Говорились Многие Шутки О том Как тогда Говорили Есть доказания Что некоторые Оперы Созданы Используя Используя Тогдашние События Тогдашнее Политическое Мнение В стране И так далее Так что В принципе Это Не так Противоречит Духу Если Немножко Добавляется Что-то Современное Противоречие Начинается Тогда Когда Режиссер Хочет Навязывать Несуществующие Спектакли Проблемы Темы Или конфликты Когда Режиссер Например Любовную пару Моженки И Еника Проданной Невестой Которой Музыка И весь сюжет Определяет Как любящих И друг друга Понимаешь Что Друг Хочет Их Показать Как Людей Которые Не любят Друг друга Или Не понимают Друг друга Это Это Есть Как мы Это Называем Рак Режиссерского Театра Что К сожалению В Германских Германско-немецко-говорящих Странах Порой Развился Очень Не получает Уже Метастазы Да Я могу добавить К этому еще Массу примеров Когда вдруг Не прописанная Ни в музыке Ни в либретто Появляется Некая Новая Сюжетная Линия Или любовная Линия Внезапно Между Дочерью И отцом Которую Невозможно Никак Для себя Оправдать Абсолютно И Я думаю Что режиссеры Это делают Для того Чтобы Вот нормы Морали Того времени Когда была Написана Эта опера Оправдать В наше Время Потому что Конечно Вряд ли Какая-то Молодая Девушка Оказавшись Проведя Ночь Со своим Возлюбленным Как Джильда С герцогом Пошла бы И убилась Из-за него Вряд ли Нынче Кто-то Бы на это Пошел Именно Поэтому Всплывают Какие-то Оправдательные Линии Которые Очень Часто А вернее Всегда Для зрителя Выглядят Нелепо Сколько Я знаю Отзывов От своих Друзей Знакомых Немузыкантов Которые Ходят в театр Говорят Мы хотим Видеть Обыкновенную Оперу Старомодную В кринолинах В париках Вот так Как это было Тогда Не то Что кто-то В мини-юбке Бегает Хорошо Что в мини-юбке А то и гляжи А то и гляжи Да Хотя Я могу Назвать И другой Пример Мы Переняли Из Ламоне Брюсселя Русалку Опрерусалка Дворжика Известного Режиссера Новежского Стефана Херхайма Там От русалки Не было Как будто бы Буквально Ничего Это не происходило В реке И не В реке Самой Происходило В современном Городе Где люди Выходили Из метро И где Одним словом Было очень Очень Много Современного Я не помню Свои годы Поведенные Градзе Лучший Спектакль Чем это Я не хочу Смотреть Русалку Где Есть Удензал Как это Называется По-русски Водоросли Водоросли И река Я уже Не хочу Такой Русалка Это было Настолько Великолепно Перенесен Дух Этой Отчаянной Девушке Которая Хочет Стать Человеком И видит Что она В этом мире Видит Метро Пустоту Людей Незаинтересованных Проходящих Мимо Отталкивающих Это было Можно Так Делать Опер Зумина Но надо Иметь Два Факта Надо Быть Музыкантом Самым Режиссером И Надо Иметь Для этого Талант И очень Большой Вкус Конечно И очень Большой Вкус Штефан Хархам Я с ним Много Разработал Месте Он Знает В этой Опере Каждую Биолончельную Фигуру Каждую Шоло Флейти Потому что Он играл Восемь лет Как Биолончелист В опере Осло Если Режиссер Настолько Знает Он Может Себе Позволить Очень Много Современного Но Это Должно Быть Так Да Дорогие Друзья Наша Передача Подошла К концу У нас В гостях Были Прекрасные Музыканты Солист Латвийского Оперного Театра Сопрано Юлия Васильева И пианист Марис Скуя И у них Концерт Будет 8 октября В Малой Гильдии Приглашаем И слушайте Наши радиоболтком До свидания